I have ways of blowing things up. У меня были немного серии наперёд. Так что все те комменты, которые вы писали до этого... Нет, я их всех видел и читал. Но изменить вы геймплей я уже ничего не мог. Потому что всё было записано до этого момента. Так, ладно. Теперь, теперь, теперь. Музло у нас тут что-то. Пойдёмте выйдем на улицу. Я вам расскажу пару вещей. Во-первых, инвентарь. Так, так, так. Снаряжение, рюкзак. Так, так, снаряжение. У нас появился костюм. Вот такой вот бинты. Написано иногда внешний вид не самое главное. Да, я его пока одевать не буду. Пушки. Вот, в общем-то, смотри какая фишка. Заходить в рюкзак. Это посмотреть то, что у нас есть. А заходить в снаряжение. Это вот управлять нашим снаряжением. И тут можно делать на него апгрейды. То-то, сё-то. Окей, с этим я более-менее разобрался. Так же, как и в параметры. Когда заходишь, заходишь в снаряжение через параметры. Можно зайти гораздо быстрее. Спасибо, что сказали. Да, я понял. Хорошо. Вот. Опять же, вся эта путаница из-за того, что, видите, вы подносите, из него вылазит категория. И не всегда понятно, центральное оно действующее или надо именно по категориям. Ладно, хорошо. Персонаж. Я тут немножко прокачал всякого. Блин, сейчас бы вспомнить, что я прокачал. Техника, инженерное дело. Это чтобы меня свои собственные взрывы не били. Это я прокачал. Хладнокровие. Дом тысячи стилетов. Да, вот убийство сверху. В интеллекте. Быстрый взлом. Нет, я тут ничего не трогал. В силе. Я не помню. Пассивное. А, вот, да, я грузоподъемность качнул. Чуть побольше. Я не знаю, когда мне это пригодится, но эта штука всегда мне нравилась в играх. Потом. Запас выносливости на 10% увеличил. И запас здоровья увеличил на 10%. И вообще качнулся в силу. Хочу силу догнать до 6, чтобы она была ровной. Пока что я смотрю, что 6 это некий показатель того, что от нас требует игра. Поэтому будем идти до шестерочки. Теперь. Есть такая штука, как... Журнал. Тут у нас задание. Все дела, блин. Где это было? Вот. Чипы. То есть, можно зайти в журнал вот так. А можно зайти вот здесь. Есть чипы. Да. Извините, ребят. Я их вообще не читал. Все, что здесь есть, оно все новое. Так что... Давайте капельку пройдемся. Так. Йокая. Японские демоны прошлого и настоящего. Йопаресетэ тут читать. Они живут на горных вершинах, в реках, океанах, на городских улицах и на тех этажах мегабашни, чьи номерах есть цифра 4. А, вот, кстати, почему они избегают цифры 4. Да, есть такая штука. Они могут поселиться у вас в стиральной машине или инфовизоре. Некоторые появляются в одном и тех же местах. Другие преследуют определенного человека. Это из-за них вы слышите странные звуки посреди пустыни. Из-за них вам кажется, будто за вами кто-то наблюдает. Хотя вокруг не души. Из-за них все время замечаете боковым зрением, чего не видит больше никто. Даже если рипер настраивал ваши импланты совсем недавно. Первое упоминание о якаях. В японской литературе датируется 797 годом. Эти сверхъестественные существа, тесно связанные с загробным миром, живут в японском сознании самовозрождение анимизма. Блин, а и о здесь, ну да. Нельзя сказать, что японцы верят в якаев, они просто знают, что якаев существует. То есть они в них не верят, они просто знают. Ребята, давайте сделаем таким образом. Тут вот есть разделение на мир, другое и всякое такое. Давайте пока что, пока их накопилось, просто если я сейчас сяду все это читать, пройдет прям дофиглярд времени, потому что накопилось уже сколько, 6-7 часов геймплея. Давайте пока что сделаем таким образом. Вы вот это дочитываете сейчас сами, пожалуйста. Все на русском, все перед вами. А потом, то что нам будет попадаться какое-то новенькое интересное, я вам все буду зачитывать. Делаем небольшой компромисс, чтобы не убить сильно много геймплея сейчас на это, и чтобы вы все-таки получили всю эту информацию. Вот, вода, хром и кровь. Четвертая корпоративная война. Тут у нас немножечко лора. Я все это обязательно потом тоже прочитаю, чтобы немного быть в курсе того, что здесь происходит. На паузе, пожалуйста, читайте. Так. Латиноамериканские войны, вооруженный конфликт на территории США, отлившийся с 1990 до начала 2000-х. Латинская Америка со стороны Южной и Центральной Америки стала сильным союзником независимых государств, связанных с договором о взаимопонимании и сотрудничестве войска США. Были вытеснены с территории Латинской Америки, но смогли удержаться в Панаме, несмотря на сопротивление партизан. Но это какая-то альтернативная вселенная, да? Акт об истреблении птиц был принят городским советом ввиду учащения вспышек опасных болезней, переносимых животными. Городской совет пришел к выводу, что самым эффективным методом снижения риска заражения станет истребление всех видов птиц при теле 29 километров городской границы. Схема номер один. Работы по истреблению начнут с 7 мая 1963 года. Осуществляются работы, будут порядочны. Подрядчик... А, то есть таким образом разработчики решили избавиться от живности в городе. Довольно креативно, не спорю. И рисовать ничего не надо, и потом не будет претензий. У вас нету птиц в небе, что это за графика такая? Психопаты из Макстака. Вот это, ребята, огромнейшая такая страничка. Пожалуйста, читайте на паузе, я потом тоже прочитаю. All Foods. Будущее мясо. Это не там, случайно, где мы были. Это не только здорово-полезная пища. All Foods. Это пища будущего. Скоро компания All Foods представит пилотную линейку продуктов, популяризирующую бренд Новая Говядина. Эти полуфабрикаты синтезированы на основе мяса плоских... Что, блин? Значительно ускоряет метаболизм, препятствует набору веса и помогает выводить токсины из организма. Мы надеемся, что скоро на прилавке появится множество мясных продуктов, а поколение от All Foods, блин. День, когда рухнула башня. Это, скорее всего, там, где Сильверхенд ее взорвал. Вот это, ребят, почитайте, пожалуйста. Август 2023-го. Это будет интересно, я думаю. Первый кодекс кочевников. Новый кодекс кочевников. Выдержки истории кочевников Б.Б.Пиреса или Пиреса. Читаем, ребятушки, пожалуйста, на здоровье. Так, теперь другое. Я просто сейчас хочу поотмечать все, что новое, чтобы уже отмечено было как прочитанное. В тени яблони Вирджиния Грэнчестер. Мои первые воспоминания. Да-да-да, пожалуйста, ребят, читаем. Калифорния после заката. Жизнь Ричарда Найта. Возможно. Каталог Кэндати. Весна. Наша цель. Наши товары. Кому будет интересно, пожалуйста. Все, я вам сейчас пооткрываю. О буддизме и имплантах. Вот это, кстати, я бы сам почитал. На самом деле я и почитаешь. Говорю, я после записи. Все это сам на паузе сяду. Почитаю. Возможно, и не на паузе. Просто сяду в игре, почитаю. Ну, как получится. Так. Можно ли вылечить киберпсихоз? Хорошие вопросы задаете. Так. Побочные эффекты имплантов. Естественно, они есть. Естественно, их будет много. Потому что все-таки это вмешательство в нервную систему человека. Иммунный ответ. Психологическое отклонение. Чрезмерная зависимость от имплантов. Есть такое. Ты приобретаешь силу. Конечно, у тебя будет от нее зависимость. Багбэр. Багбэр. Это все. Бартмос. Что? Это, кстати, о технологиях. Это было у нас мир. Тут другое. Теперь пошли технологии. В технологиях у нас было два. Регулятор боли и уровень смертности. Вступление. О, понятно. Так. Читаем, ребят. Статьи. Блин. Потому что тут... Если реально сейчас все это читать, это чекануться. Это нужно было читать по ходу игры. Но из-за того, что... И управление... Ну, не управление. Менюшка кривая. И я сразу не разобрался. Тут 50 на 50. То мы это все немножечко попропускали. Так. Биочип. Буря в море кризисов. Биочип. Из-за чего шум? Шельмы. О, кстати. Да. Про этих тоже можно почитать. Слава Макалистера снова в центре. Слава Макалистера снова в центре. Внимание. Свежие бренданцы. Да. Это, кстати, то, что у нас в мозги встраивало. Вот эту фигню. Посмотреть. Так. Заметочки. Аптечка. Эй. Ты там убедись, что в аптечке есть все, что нужно. Окей. Мне вчера пришлось объяснять клиенту, что нет, значит нет. А потом, когда я хотел себе наложить повязку на руку, оказалось, что бинтов уже нет. Так что буду признателен. Целую там кого-нибудь другого. Идея для бренданцев. Пожалуйста. Диплом. Пожалуйста. Так. Произведение. Вступление. Да-да-да-да-да. Тысячи ударов в секунду. Пожалуйста, ребят. Здание. Компак Плаза. Листовки. Ну, это интересно. Деламейн. Деламейн. Единственное, что у меня оказалось прочитанным. Поэтому я его тоже сейчас пролистаю. Так. Бронированные машины. Деламейн. Пожалуйста. Это то, чем мы пользовались. Бронелимузин. Так. Хорошо. Чип с данными Мелитеха. Ф. Взломать защиту? Вы издеваетесь? Нафиг. 55.1. С. Значит, вот этот. Вот этот. Вот этот. Обезвредить вирус. Очищен чип от вредоносного ПО. Добыча данных копирования ресурсов выйти. Не выполнено. Добыча данных копии ресурсов. Так. То есть. Мы его... Собственность Мелитеха. Не авторизируем доступ. Строго воспрещен. Перевод средств. А, это я сейчас взломал. Значит, чип, который мне дала... Новый чип-чип с данными. Ну-ка. Чип с данными взломать. А, я нажал вообще-то, чтобы... Ха-ха-ха, ладно. Не туда. Пардонте. Ладно, давайте тогда позаботимся об этом в следующий раз. Мы и так уже проторчали. Здесь дофига времени. Поехали хоть чем-нибудь займемся, пожалуйста. Я не хочу прям всю серию проторчать, разгребая все это. Так что, пожалуй, нет. К оружейнику я тоже сейчас заходить не буду. Я поеду сразу сейчас по заданию. Тебя туда же. Так, в ход. Хорошо. Встретиться с таким урой у нас сейчас задание. Сегодня грустный день для нашего города. Мэр Люцус Райан ушел из жизни. Ого. О смерти Райана сообщила его семье. Он мирно скончался во сне. А это разве... О смерти пока неизвестно, но текущие сведения говорят об отказе сердечного импланта. Пункции Райана на оставшийся до выборов срок будет исполнять его заместитель и помощник Уэлден Холл. Холл также объявил... Пропадает очень быстро. Я только нажал на Z, уже все, уже. Сегодня все мы оплативаем безвременную кончину нашего мэра. Мэр, блин, а мы разве не видели мэра в Камбэк Плазе, когда... В отчете все написано. Говорите с полицейскими. Фига меня по заданиям-то бросает, ребят. Почему... А, где у нас журнал? Почему у меня в два товарища? Похоже, полиция заинтересовалась твоим соседом. Они вроде как даже знакомы. Может, поиграешь сознательно, гражданин спросит, в чем дело? Этажом ниже живет потенциальный кибер-псих. Я бы хотел об этом знать. Это побочка. Ладно, фиг с ним. Давайте я побочку сделаю, потому что... Мне не понравилось то, что она вылезла сама по себе. Я приложу все свои усилия, чтобы все его старания не пропали даром. Спокойся с миром тебя. Политический оппонент Райна, бывший прокурор, и этот оператор также выразил свои соболезнования. Слушайте, мы не сходились во взглядах по многим политическим вопросам. И часто обменивались полностью. Но даже самые жесткие дебаты завершали рукопожатием в знак взаимного уважения. Сегодня я прощаюсь с ним в последний раз. Спасибо, Люциус, за все, что ты сделал для нас. Кто же теперь займет Креслорад? Да ну скорее, давайте. Ну что такой лифт мудный? Вообще офигеть. Давайте я поговорю с этими васылями. Мне немножечко не понравилось то, что задание вылезло сам по себе. Менечко, а Z? Просто Z ничего не делает. То есть Z у нас открывает... Ну давай я поболтаю с вами, что происходит. В чем дело? Я живу этажом выше. Вот и живи себе. Не лезь не в свое дело. Заткнись, Мендес. С соседями надо поговорить. Могу вам помочь? Возможно. Ты и Барри знаешь? Ну так. Здороваемся иногда. Он друг наш. Слушали вместе. Недавно вот уволился. Ушел, когда потерял лучшего друга. Вот боимся, как бы глупости не наделал. Расслабься ты, Петрова. У Барри стальные нервы. Просто он злобный старый хрен. Мендес. Может, проведаешь его, когда он успокоится? Не вопрос. Ладно, почему нет. Мы все равно рядом живем. Спасибо. Только будь терпимый. Он бывший коп в депрессии. С ним непросто. Сделаю, что смогу. Так, то есть мне предлагают сейчас к нему сходить. Эй, Барри, у тебя там все нормально. А что они не могут это сделать? Молчание, знак согласия. Молчание, знак согласия. В другой раз зайду. Попробуй поговорить с Барри через несколько часов. Да вы издеваетесь. То есть оно у меня будет висеть. Хорошо. Давайте. По крайней мере, мы знаем, что это дома. Не надо никуда ехать. Давайте опять в журнал. И переключимся на основную. Встретимся с Татимурой. Пойдемте. Как я обожаю такие задания. Мне они не нравились еще в GTA 3, когда появилась такая фишка. Когда ты приезжаешь куда-то, они говорят, на это задание вы можете приехать только с 6 утра до 6 вечера. Не очень люблю такие вещи. Это не относится к этой игре. В принципе, я не очень люблю такие вещи. Так, ладно. Татимура, Татимура. И пяточку может... Невозможно сохранить игру сейчас. Спасибо, я вам благодарен. Ну почему сейчас-то нельзя? Типа, пока я в лифте, загрузка происходит. Что творится? Потому лифт такой медленный, потому что загрузки нифига нет. Мистер Уйти, здесь? Дверь с разных сторон. Тут можно? Спасибо. Ладно, чёшь? Поговорим о вчерашнем. В отчете все написано. Читал я в отчете. А, то есть с этими они... Угу. Угу. У нас просто полицейские желтым обозначены, да? Хорошо. Тачка мне... А почему у меня тачки нету? Вы нормальные? У меня же была моя тачка, куда она делась? Сообщение... Привет. Привет, привет, продаю Галену. Пробега почти нет, стояло 10 лет в гараже. Чувак боялся, что некие они его пристрелят. Если он покажется на улице, но от судьбы не уйдешь. Шальная пуля разбила окно и попала ему в голову. Шальная пуля в голову попадает, конечно. Мораль такова. Живи пока можешь и покупай хорошие машины. Пока предлагают. Отслеживать, блин. Я так понимаю, что у меня была... Мы кота... Нет, блин. Я хотел сказать, что это была машина Джеки, но это была не машина Джеки. У нас даже на этом основывалась эта фигня, что Джеки говорит, дай мне свою машину. И ты такой, окей. Так куда тогда моя машина делась? Фиксер предлагает накупить транспортное средство. Каждый раз, когда вы получаете предложение от фиксера, на вашей миникарте появляется новая отметка. Чтобы купить транспортное средство, доберись до нужного места и перечислите фиксеру деньги. Сколько ты за него хочешь, интересно. Купить Тортон, Галена. Стой, а я же себе 10 тысяч. Да, я себе 10 тысяч из чипа корпоратки вычистил, да? Ну, давайте. Я вообще-то чуваку еще 20 тысяч должен. Ай, вот мне сейчас только машины покупать. Ладно, фиг с вами. Давайте куплю. А это случайно не Делам... Нет. Это Деламейн. Это, кстати, наш Деламейн. Наверное. Но он тоже потрепанный и все дела. Блин, Деламейн и крутая штука. Я их заценил. 13 тысяч за тачку. Ну, блин. За вот эту! Фиг с вами. Давайте. Потому что, я так понимаю, своей машины нет. Транспортное средство приобретено. Чувак боялся, что некий они... Та-да-да-да-да-да. Удача на дорогах ВИМ. И осторожнее с полицией. Их хлебом не корми. Дай штраф выписать. А почему у меня вид опять... Вот. Было бы неплохо, если бы... Прицел убирался и камера централизирует... Ну, ладно. Камера вроде как следит. Было бы неплохо, если прицел убирался во время вождения. Ну, то есть, он постоянно светится. О! Я свой первый мусорный бак собрал. Хе-хе-хе-хе. Прям, машина вообще резиновая. За это 13 штук? Крутяк. Ну, то есть, она на повороты вообще не реагирует. Ты жмешь на поворот... Она такая... А? Чё? А, точно, повернуть надо! Блин, вот это будет сейчас больно там ездить. А выхода у меня и нету, потому что... Ну, ладно. Угу. Мне с тобой делить нечего. Ну, таки не дели со мной ничего. Еще немножечко подбешивает та штука, что приходится зажимать F. Ну, чтобы подобрать, например, ты просто нажимаешь F, чтобы сесть в тачку. Ты нажимаешь F. Но, чтобы выйти из тачки... Вот, видите? F нельзя нажать. Ее нужно именно зажать. Она набирается шкалой и все. Когда зажимаешь F, у тебя создаётся такое впечатление... Как будто подлагивает. Но я понимаю, что это механика такая. Но все-таки не очень приятно. Ладно. Так, тебя, Мура. Чё ты хочешь? Давай говорить. Садись. Сажусь. Сядь, пожалуйста. Спасибо. Ты выглядишь неплохо. Ты тоже красавчик. Пока ехали в машине, мне казалось, что ты не выживаешь. Вот, зачем помогли? На принципе, предполагаю, зачем вы мне помогли? Ты был нужен мне живым. И сейчас тут. Дело в биочипе. Поэтому вы звонили? Да. Я слышал, что он испорчен. Если его извлечь, это может обернуться для тебя смертью. У Вика слишком длинный язык. И золотые руки. Без него бы ты умер. Ну и чё ты хочешь? Чего вы, собственно, от меня хотите? Помоги мне убить сына. Для начала скажи мне, где найти Эвелин Паркер. Ой, блин. Эвелин, зачем она? Да, 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 да. Она в интимных отношениях с Йорино Буарасакой. У неё есть к нему подход. Я понял, к чему ты. Я сам хотел бы с ней поговорить. Она обещала, что избавит меня от чипа. И я бы на это не рассчитывал. Она, скорее всего, уже далеко. Значит, я уже искал. Вот вы сами себе и ответили. Вот вы сами и ответили на свой вопрос. Эвелин уже далеко. Почему ты думаешь, что она поможет тебе с чипом? Ей помогает корпорация? Думаю, что... Хотя, откуда мне знать? Я не знаю. Я реально не знаю. Понятие. Эвелин много знала про чип. У неё была засекреченная информация. Не знаю, кто она. Но в ней была скользкость, как у корпоративных агентов. Ну, вы понимаете. Во мне тоже есть эта скользкость. Вас выставили за дверь. Ваше место теперь среди изгоев. Забыли? Мне пора идти. Это всё? Мне надо бежать. Стой. Юрино Буарасака должен ответить за отцу. Но я так и думал, что хочешь смстить за отца. Ищите справедливости в Найт-Сити? Я хочу отомстить. Здесь это сделать проще. Есть люди, которые помогут мне прикончить Юрино Буарасака. Мне нужно только их убедить. Думаете, они поверят какому-то наёмнику? У меня нет других доказательств. Тем более, я здесь никого не знаю. И за мной охотятся. Ну, если я откажусь. А если я откажусь? Я скажу, что тебя ждёт, если ты мне поможешь. Так мы что, такие зайдём в Арасака Тауэр и объявим всем, что Юринову преступник? Что он убил Сабура Арасаку? Мы будем говорить с адекватными людьми на нейтральной территории. Такие есть? Есть процедуры, которые помогут установить правду. Детектор лжи? Нет, спасибо. В таком случае, подумай сам. Ты умираешь. Ты не знаешь, как тебе спастись. Во всём виноват Чип. Изобретение Арасаки, о котором знают только там. То есть только они и помогут? Арасака может тебя убить, но может и спасти. Главное, чтобы нужные люди встали на твою сторону. Политика. То есть, если я буду как главный свидетель, то, возможно, меня и вытащат. Хм. Так, о каких людях мы говорим? Кого конкретно сейчас вы имеете в виду? Есть люди, которым важна Арасака. Те, кто заинтересованы в развитии корпорации. Например, Андрес Хельман? Поговорите про Андреса Хельмана? А откуда ты о нём знаешь? Я же готовился к налёту. Хельман разработал и создал этот чип. Он только пешка. Я имел в виду более влиятельных людей. Тем более Андрес Хельман бежал из Арасаки. Он предатель. Ну и чё это у нас там? А можно мы не будем смотреть новости на японском? Чувак, я бы пошёл. Ладно. Куда ни плюнь, везде Арасака. Эй, я вообще-то слушал. Слышь, не ори. Никому кроме тебя не интересны эти корпоративные шлюхи. Что ты сказал? Чё слышишь? Я не буду его успокаивать. Слушай. Нет, это ты слушай, бычара. Такие, как вы с ним, разрушили нашу страну. Отобрали у нас землю, работу. Наша честь, блядь. Я тут хозяин. Я решаю, что и как. Допивай свой чай и уматывай. Ну, типа тебя поставили на место, чувак. Да. Да, вот так вот давай. Я бы не стал привлекать к себе внимания. Извини. Глупые рефлексы. Спасибо за предложение. Я подумаю. И перезвоню. Мы вам обязательно перезвоним. Мне нужно время, чтобы придумать план. Ты много выиграешь, если мне поможешь. Только прошу тебя, не уезжай из города. Я как раз очку купил. Скорее всего, только здесь я и найду кого-то, кто мне поможет. Кого-то, кроме специалиста Фарасаки, таких людей не существует. Мы только что обсуждали варианты. Создатель? Ну, про Паркер, я уверен, что он не сможет отбить. Я найду его. И он решит проблему. Даже если придется опять перейти дорогу Арасаки. Хельман сбежал от них. Я сам искал его много дней. Он, как это говорится, как камнем, как в воду канул. А зачем вам Хельман? Это от него Сабуру Сама узнал о планах Юри Нобу. Хельман хорошо знал их обоих, поэтому он может быть ценным свидетелем. Да, понимаю. Рызы громко пищат, если прищемить им хвост. Я собирал информацию несколько дней. Все пути вели в одно место. В клуб по смерти. Ага. Я там быстро развернула королева фиксеров. Бестия. Вы работали на Сабура и до сих пор не знаете, как говорить с сильными мира сего? Она не хотела иметь ничего общего с тем, кого называют убийцей Сабура Арасаки. У бестии много информаторов. Она знает все, что творится в городе. Я попробую спросить ее насчет Хельмана. Это грубая, жадная и мелочная женщина. Желаю удачи. Угу. Ну, а... Я не хочу это говорить. Я не хочу обращаться к Эвелин. Почему мне нет... У нас мало времени. Почему мне нет варианта уйти, там, отказаться, нейтральную... Я не хочу это говорить сейчас. Для начала я попробую поискать Эвелин. Если она не помогла тебе до сих пор, то уже не поможет. Слышали про воровскую честь? Ха-ха-ха, нашел, про что вспомнил. Только у воров как раз нет чести. Есть просто честь. Ха-ха. Еринобу Арасака бы с вами согласился. Это Паркер тебе не поможет. На твоем месте я бы приготовил запасной план. Я не могу здесь больше оставаться. Ты можешь делать, что хочешь. Ищи Паркер, Хельмана, кого угодно. Я встречусь с друзьями, которые могут мне помочь. Когда люди из Арасаки будут готовы тебя выслушать, я позвоню. Тогда до связи. Если ты каким-то чудом доберешься до Хельмана, дай мне знать, пожалуйста. Нам с ним есть о чем поговорить. Ну, смотрите. Ой, блин. Сильверханг. Фу, ты грязь. Да, в чем-то этот город не меняется. Арасака все так же хочет захватить мир, а мир неумолимо погружается в хаос. По крайней мере, бестия еще жива. Оставь меня в покое, чувак. Отъебись уже от меня. Чтобы я слышал, не обязательно говорить вслух. Че ты доебался? Что, не можешь простить мне ту ночь? Ты хотел меня убить? Хотел, но больше не хочу. Я все взвесил. Ну, время-то на твоей стороне, чувак. И не в пизду, урод. А представь, каково было мне. Ты проснулся на свалке, а я в твоей голове. Рядом с твоими мыслями, воспоминаниями. Так что, думаю, мы в расчете. Я успокоился и стал думать, что со всем этим делать. Мы ведь можем помочь друг другу. Давай начнем с бестии. Я ее тысячу лет знаю. Да чего мне ему доверять? С чего я должен тебе верить? Напомни. Веришь ты мне, не веришь насрать. Сейчас это меньшее, что меня заботит. Ты призрак прошлого, чувак. Все твои друзья или сдохли, или впали в маразм. И нихуя никого не помню. Сильверхенд умер легендой. Такое не забывается. Допустим, ты знаешь бестию. Что мне ей сказать? Что моя мозговая опухоль – это ее старый дружок Джонни? Да ладно. Бестия слышала и не такую хуйню. Причем в те времена, когда твоя мамаша еще целкой была. Можешь не рассказывать. Я видел твои воспоминания. Жесть. Бестия сделает все, что я скажу. Просто приведи нас в посмертие. Нет никаких нас. Сейчас я, честно говоря, не очень понимаю... Посмотреть Лизис. А где она находится? Это Лизис. Блин, а жалко, что карта не на ТАП. Карта, собственно... Я здесь. Очень все аляписто. Очень все это... Кнопками двигать можно только, да? Так, уровень опасности. Вернуть долг Виктору. Я как раз слил все свои деньги. Извини, Вик. Короче, такая задница была. Мне пришлось... Клуб по смерти. Совсем, кстати, недалеко. Второстепенное задание уровень. Так, так, так. События, которые вряд ли... Чего? Выйдут в историю помощи знакомым. Простые задачи. Случайной встречи. А! Где моя тачка Чумба? Где моя тачка, чувак? Забрать свою машину из гаража! Вот где моя тачка. Блин, зачем я тогда это купил? Черт. Вот это сейчас фейл. Так. Уровень угрозы очень низкий. Забрать свою машину из гаража. Жизнь не останется, когда человек умирает. Постепенно все забывают, что он вообще... Давайте я съезжу за своей машиной, потому что это какая-то вообще резиновая. Знаете, что сейчас, мне кажется, будет? Я приеду, тачки в гараже... Не будет. Начнется какой-то расслабление. То есть, ну не зря же... Задание называется... Где моя тачка, чувак? Так хорош! Ну, она вообще неадекватная. Вот эта колымага. Давай еще на этот 13... Блин, у меня было 14 штук. Я мог спокойно... Чуть-чуть поднакопить и вернуть долг этому рукоправу. Ладно. Почему Деломейн... Жизнь, ты видел? Что-то тут не так. Да, ты думаешь? Да я не про аварию. Чтоб самый вежливый в городе шофер взял и уехал с места происшествия. Вот что странно. В смысле, из разбитой? Ясно. Сообщение Деломейна. Что-что-что? Приносим наше глубочайшее извинение по поводу дорожного происшествия от лица компании Деломейн. Приглашаем вас в наш головной офис для оценки причиненного ущерба и выдачи компенсации. Ладно. Ладно. Видимо, я... Я точно в ту машину уже не могу сесть, да? Она убита? В хламину просто? Ну, судя по всему, да. Ладно. Видимо, мне все равно пришлось бы купить это корыто. Их пять? Да, их пять. Я не хочу это слушать просто. Давайте я лучше вообще без музыки. Я не знаю, что-то с радио. Здесь она не включается. Блин, придется на этой сырной повозочке кататься. Ну, хорошо. Просто она рулится, как кусок сыра. Серьезно. Вот такая... Вау! Никто не замечает, что я тут еду, да? Неписи чертовы. Я могу повернуть на следующем? А, чуваки, мне же туда. Да, я могу повернуть, да, я могу повернуть на следующем. Все нормально. Она еще и не тормозит. Круто. А почему сюда? А, вы имеете в виду, что мне на мост надо, поэтому туда. Он, чувак, на красный проехал. Я тоже на красный проехал. Да, на мост. Хорошо. Спасибо, буфером моим послужил. Просто, чтобы я не вплился куда-нибудь случайно. Если ты обо мне не слыхал, еще услышишь. Я Дина. Знаю все, что творится в церкви. Я в Вик. Да, знаю. Наслышан. Всяк. Наслышан. Если что нужно, обращайся. И помни, Дина все про всех знает. Кстати, если хочешь выпить, заходи в электрический оргазм. Для тебя наши двери всегда открыты. Сфига ли такая щедрость? Ви, у рынка стоит поддержанный Коламбус. Ждет своего покупателя. Бывший владелец перевозил наркоток, что в салоне пахнет травой. Лично я ничего против не имею. На каждом свое. Препреждаю сразу, чтобы потом не было вопросов. Ну и скажи, покупаешь или нет. Да я уже вроде купил Колымагу. Спасибо. Мне может быть Деламейн сейчас возместит какое-то бабло за разбитую тачку. Я был бы не против. Зачем я этим занимаюсь? Ну, я этим сейчас занимаюсь не как Ви, а как игрок. Потому что у Ви осталась неделя. Да хорош мне звонить, блин! Говорят, в Хейвуде новая душа. Я Себастьян и Барра. Меня называют Паррой. Ви, приятно познакомиться. Люблю людей, которые ценят вежливость. Я сейчас не могу говорить. Будем на связи, Ви. До свидания. Твой юрист тебя обнулит нахер! Слышишь меня? Попрощайся с бизнесом! Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. Да ты охуел, робот! Блин, чувак, говоришь, юрист, так назови контактные данные. Пожалуйста, подождите. Привет, Дел. Добрый день, мадам или сэр. Чем могу слушать? Дел, ты чего? Не узнаешь меня? Ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии. Вы разговариваете с подпрограммой сети Деломейн. Увы, мои оперативные возможности ограничены. Сообщите, пожалуйста, идентификационный номер происшествия. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Кто? Так, ээээ... Что я тут вообще делаю? Я хочу поговорить с Деломейном. Назовите... Объясни, что я тут вообще делаю. Ваше присутствие нужно для оценки степени ущерба, понесенного вами в результате аварии. У меня получилось 20 процентов. Ваша личность установлена на основе сканирования черта лица. О, прикольно. Мистер Ганс Йонас. Опишите свои ощущения после происшествия номер... Ганс Йонас? 7, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 9, 6. Авто сильно покорежил. Авто покорежено, мое сердце разбито, но это я обсужу с настоящим Деломейном. Ви, извините, если данная под программу не соответствует вашим ожиданиям. Я, пребывая в кризисном состоянии, не могу уследить за всем. Я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб. А этот что, блатной? Мы могли бы поговорить в другом месте? А, серьезно? Да, пожалуйста. Конечно, давай. Тогда следуйте за дроном. Я полностью осознаю, что сейчас наш сервис неудовлетворителен. Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Что? Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. Экскурсию, блин, что? А вот здесь происходит магия. Мастерская полностью автоматизирована. Я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг. К сожалению, в настоящий момент мастерская перегружена работой. Ну, надо думать. Ключи на сбои в автопарке сети головы пока не установлено. Моя рабочая версия. Заражение мощным вирусом. Проблему надо устранить быстро. Рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает к компании ненужное внимание. Это командный штаб. Для меня честь принимать вас здесь. Как ни странно. А что значит все эти лампочки? Чё, что тебе с глазами? Зелёные индикаторы обозначают машины, которые находятся на связи. Красные эти утеряны? С несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. Нет. Боюсь, в этот раз необходимо участие человека. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг. Поэтому именно к вам я обращаюсь с просьбой помочь мне в розыске утерянных машин. А зачем тут конфиденциальность? Чем меньше ненужного внимания, тем лучше. В последнее время проверки со стороны власти участились, за мной уже следят. Копы следят или сетевой дозор? Боюсь, что последние. Мой правовой статус не до конца урегулирован. И если я буду недостаточно осторожен, меня могут отнести к нелегальным иммигрантам. Что? Ну ладно, я помогу тебе найти эти машины. Очень рад слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Машины надо просто деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Доломейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор. Что? Это что такое? Все, могу говорить. Слушаю. Люблю людей, которые ценят вежливость. Будем на связи, Ви. Все, сейчас могу говорить. Люблю людей, которые ценят вежливость. Все, до связи, Ви. То есть, он одну фразу не досказал. Нормально, нормально. Благодарю, обработка данных. Пожалуйста, подождите. Когда они шли, дорога разговаривали, вдруг появилась колесница, огненные икони. Так. Ну, короче, это на покупку машины все. Это все на покупку машины. Джефферсон, новое задание. Найти такси Доломейн. А сколько их этих таксей? Доломейн. Да, блин, хорош. Боже, карта. Доломейн. Блин, задание просто дофигилиард. Событие, которое у уровня опасности очень высокий. Второстепенный, средний. Очень высокий. то есть получить награду что блин вак вакака что за вакака какую награду за что я делаю вообще пойдем смотаемся не знаю дофига просто второстепенных заданий надо понять вообще чё на чем мы хотим чем мы делаем вообще по хорошему я хотел найти клуб чтобы начать искать вот эту деваху которая заглянул на карту и тут о вакака макака окада госпожа и хозяйка вестбург загляни ко мне когда будет минутка нам нужно рассчитаться за сандру дорсет вы хорошо сработали и твой друг до связи я к тебе еду макака если чё тормоза вообще отстойнейшая спасибо проще тормозить об другие тачки да и управление этой адской колесницы тоже такое же ну блин я по-моему зря уфигачил 13 штук на вот это ну не попробовал бы не узнал так я понимаю так что чем предлагайте пешочком пройти сдавать пешочком пройдусь бегать то я могу могу так а я здесь был не помню по моему нет так 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 неужели это веи собственный персона реки моем скромном салоне лакака давно не виделись здравствует есть на продажу макикой мой мой блин офигеть название конечно больше подходит розовым коктейлю и салон тесно одно место хватит и тебе и твоим пушкам и пакетами супермаркета как тебе возьмешь вы бы сразу цену на нее говорили на любые машины чем ты здесь вряд ли кто знает уэстбрук лучше тебя мои мужья знали уэстбрук они все были большими шишками в тигриных когтях короли джапантауна чем занимались тем что приносило больше выхлопа продавали секс и серые технологии а сколько тем уже это было вот вот эта фраза до вот этой фразы звучало очень странно теперь были мы поняли спросить сколько у тебя было мужей и все безвременно погибли такая трагедия ты черная дала что трагедия повторится и с тобой выживаю как они мне девятерых сыновей поднимать нам с тобой еще нужно рассчитаться помнишь сандру дорсет я не забываю о таких вещах но вот твоя награда и очень приятный бонус загляни к риперу у него для тебя подкожный имплант сможешь пользоваться умным оружием тигриные когти такое любят смартлинк для личного порта можешь забрать его у кассиуса райдера он работает рипером в отцени смартлинк еще и выглядит как татуировка думаю ты оценишь так да до свидания что у нас по деньгам 8 штук я хочу все-таки рассчитаться с чуваком который нас подлатал ему двадцатник должен я все-таки хочу ему это деньги до того как наш персонаж сдохнет радужные памперсы не спасибо тут конечно и бывает иногда моменты когда памперс нужен но розовый не хочу спасибо надо будет посмотреть в опциях могу ли я могу ли я избавиться от прицела то повернишь ты блин повод серьезных когда у меня будет возможность избавиться от этой машины я я только купил в этой серии и уже ненавижу такое ведро с болтами офигеть она рулится отвратительно тормозит отвратительно если придется задал амином гоняться на этом бедре то оба так красиво получилось я наверно даже из-за этого и отложу задание с делом и нам потому что елки-палки на вот это вот сделала так кстати можешь драться а это у нас фред тренер хайви отца наконец-то открыли ты свободен то нафига мне тренер то чё за фигня пайта какая ты дверь не хочешь закрыть дверь закрыть говорю не хочешь блин ну даже в гташки эта функция была ну вы чё владельская дверь должна закрываться а она теперь вообще в принципе не закрывается у нее замок словно я понял ладно тогда ладно тогда претензии снимаются какая-то красная зона я туда не пойду спасибо единственное чем эта игра пока очень сильно похожа на гташку не нифига управлять по-человечески не получается машины разбиваются их носит просто по страшному ну с другой стороны и не мафия потому что в мафии давно бы уже полиция приколупалась за то что так водишь а здесь вроде как бы всем пофиг ездишь на каком-то ведре чтоб она бы все хорошо главное разгоняется хоть как-то нордсайд блин нет немножечко по-другому сейчас прочиталось как вы находитесь рядом с местом пропаже транспорта тоже поищу по неизвестным мне причинам определение координат невозможно точное местонахождение не установлено богемия так ладно я пока за награды все-таки где-то здесь делом индики бегает хорошо одно задание подхватывает другое подхватывает третье вы ребят смотрите во первых если выполнять здесь все по бочки мне кажется это игруха затянется серии на 100 потому что их сейчас уже самого начала просто дофигелярд этих побочек а во вторых я не уверен что мне это все будет прям нормальная дорога я не уверен что все это будет интересно проходить то есть некоторые вещи мы заглянем конечно но далеко не все всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности на рост стрит и в одном проезде группа мусорщиков во главе с еленой сидоровой напала на бездомных преступники вооружены и очень опасно власти найт сити объявили вознаграждение за устранение угрозы а и а а а да а а я это видел фига чё граната не сбивается когда я стреляю в чувака это я играю напоминаю на среднем бомжи на улице не хотят докнуть почему пистолет стреляет с такой задержкой ты живой еще ладно я вас позабираю тут все вам не надо я так понимаю вершим правосудие все живой не жив крест кстати моциклет кстати на нем ездить не буду а alt короче кнопки находит на холстер нету есть только кнопка на alt и потом вот так вот единственный способ ладно чувак что ты для меня подгонишь бизнес по цвету что кассиус как бизнес последнее время не жалуюсь макс так недавно разгромили подпольную клинику с тех пор поток пациентов вырос и цены у меня тоже подскочили совпадение как знать что есть хорошего выбирай а в смысле выбирайте же мне должен там это что-то бесплатное нет или мне кажется забрать награду на руки куда куда она там была на руки до ноги ладони а вот татушка татуировка метка тигриных когтей татуировка метка тигриных когтей а сейчас и оптический имплант системой оружия позволяет вот это что ли баллистический процессор не ни в коем случае не буду менять все баллистический процессор кожа 2000 так на этом я бабла не хватит то есть ты мне предлагаешь вот это да позволяет стонить модуль отслеживания на умное оружие а как него теперь то есть хорошо давайте так опять меня начинает бесить эта штука тут у нас разные импланты вот оно вот его вставил почему она у меня устанавливается вместо вот что мне интересно и так теперь допустим я бы с этим лучше походил просто для задания позвоните джуди дополнительно а звонить у нас джуди альварес позвонить это ты а я думала ты того а он не бумер я хочу поговорить с мне надо найти эвелин мне надо найти эвелин давай лучше не будем о ней хахахахаха я тебе что сказала не спрашивай меня точка ну и валяй отсюда ну давай может встретимся и поговорим а ты в лизис так хорошо встретиться с джуди это у нас основное сейчас погодите ребят так журнал на перепутье хочешь выследить хельмана начни с посмертия так а вот это у нас кукольный домик значит будешь искать тёлку которая начала этот чертов цирк а потом все никому тебе так 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 с другой стороны теперь я знаю а толку то я уверен что это след ведет в тупик но для тех же фиг достучишься может эвелин это получится она ничего сильно не хочет то есть у меня выбор или то или другое хорошо из побочных заданий вы посмотрите сколько их это просто блин до черта май май купить магикан май май а это автомани вот тут у нас цены указываются в сообщении цены у нас не указываются они здесь указываются 14000 шевеланд ракс за 17000 май май 14 стоит ну такое же ведро как у меня да и вильфор коламбус 19 окей это чисто тачки совершенные блины бы отфильтровать по-человечески ну ладно они так внизу хорошо то есть есть тачки по задания по тачкам цифровой бонус забрать о скрипт запрос крови кость победить всех соперников выйти в финал что блин зачем кабуки добраться до места боя в кабуки вернуть толк виктору да знаю вот над этими работаю антон убийство найти обезвредить кибер психопатов что 17 штук добраться до клуба животных крови кости так понимаю что это драки везде до крови кости рой где моя тачка чувак продолжать пока подождать пока починят машину мою тачку буду чинить серьезно прикольно до встречи в посмертии прочитать сообщение от маму элс дополнительно позвонить маме элс а и давайте наверное прочитать сообщение маму элс и рада тебя слышать наконец то это было давно серьезно хотя мы не знаем сколько времени прошло я звоню выразить собака джеки уэллс точно ты его мать выразить соболезнования чесу крестов и ты жил с нами под одной крышей а ты зла и тебе уважение не разговаривать со мной как будто мы чужие друг для друга иди нафиг я сама хотела тебя позвонить я готовлю афрендов поджаки то мы должны проститься с ним как положено церемония пройдет у нас в койоте соберутся многие из его хороших друзей не знаю будет ли не знаю мне кажется я там буду лишь да 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 кстати не будешь должен же ты попрощаться как человек до встречи давай до свидания велька это коха надо наверное ладно ребят все давайте тогда что машина прогрузилась сейчас давайте тогда на этом серии будем заканчивать ребятушки она немножечко все под затягивается задание просто дофигища посмотрим что будем делать что не будем у нас и основных тоже 2 все ребят на этом у нас покажет сегодня все спасибо что были с нами надеюсь вы там почитали все вначале все хорошо все нормально в следующих сериях всем удачи добра поправим все молодыши всем пакета а а а а и а Субтитры сделал DimaTorzok